Рабочее утро рабочего понедельника. Вроде всё как всегда, как 20 лет подряд. 17 марта Александр Ребец, самый известный радиоведущий в Анапе, отмечает 20 лет работы на радио. Из них 11 в составе телерадиокомпании «Анапа-регион». Столько людей, так сказать, с вами работало. Никто мне не доставает, что с вами очень всегда приятно было работать. У вас очень многому можно было научиться. Вообще, большое вам спасибо, что вы с нами ещё работали. Я дай бог, что вы столько же работали. Александр Николаевич участвует в организации и проводит общегородские праздники, концерты и творческие фестивали. Ему доверяют и верят. Ценят за порядочность, спокойный характер и способность научить без поучительства. Я передаю вам слова благодарности от главы города за вашу работу многолетнюю. Ведь вы начинали тогда, когда, собственно, всё начиналось. Начиналось телевидение и начиналось радио. Вы наша ходячая история. За это, мне кажется, вы заслуживаете самых бурных аплодисментов. Мы вас очень ценим, мы вас любим, мы вас уважаем. Всё, что вы делаете, вы в первую очередь делаете для родины, для Анапы, для города. А потом только уже начинаете думать о себе. Поэтому это очень ценное качество. Человек-легенда Александр Ребец знает, как подать новости интересно, при этом сохранить достоверность и объективность. Радио «Европа плюс» 11 лет сообщает новости его голосом. Мы подсмотрели, как работает мэтр. За несколько минут до выхода в эфир. 20 лет работы в средствах массовой информации, именно в радиовещании, я понял одно. Что гораздо интереснее человеку знать, что творится в огороде у соседа, за калиткой у соседа, чем то, что творится в Москве. Да простят меня, федеральные мои коллеги. И поэтому я думаю, что если бы это было радио, которое вещает на местном уровне и говорит местные новости, и подает это очень интересно, это было бы самое слушаемое радио. Слышите приятный голос и интересную новость на радио «Европа плюс» – это Александр Ребец. Под его руководством выросло несколько ведущих и редакторов, и он продолжает работать и на радио, и на сцене. Сейчас под его руководством маленькие анапчане постигают театральное искусство в студии «Пигма Леон». Талантливые люди – талантливы во всем. Энергии и таланта Александра Николаевича, кажется, хватит на воспитание профессионалов еще нескольких поколений.